Интересно. Знаете, я бы даже сказала, что это некая альтернатива плову. Здравствуйте, мои дорогие. Вы знаете, в Израиле есть две забавы. Первая – это, конечно, поесть, а вторая, ну не знаю, догадаетесь или нет, это переезд. Так вот, я переехала. Без фартука, без косынки. Просто не знаю, еще не успела разобрать, а кушать хочется. И не только мне. Поэтому быстро, чтобы не заморачиваться, мы приготовим курицу и пойду заниматься своими делами. А готовить мы ее будем сегодня не просто так, а вот с такой смесью рис и гречка. Я слышала про такое сочетание, никогда сама не готовила. Сегодня попробую просто два пакетика, непонятно какого объема, приехали тоже вместе с нами. Попробую и расскажу, вкусно это или нет. Для начала нам нужно нарезать курицу. У меня такое мясо бедра, без костей. Я просто разрежу каждое на четыре части. Понятно, что курицу надо посолить, поперчить и добавить какой-то любимой специи, травы. Я добавлю аджики сухой. Ну, люблю я ее. Вы можете добавить любую специю, которая вам по душе. И немного подмариную, вот просто в этих специях. Подмариную, да просто перемешаю. Сковородку я уже включила разогреваться. Тем временем порежу лук и морковь. Резать могу на той же доске, что и мясо, потому что все это у нас пойдет в одну кастрюлю. Масло разогрелось. Выкладываю курочку. Сначала шкуркой вниз. Обжарю ее с двух сторон. Шкурка отдала весь свой жир. Переворачиваем. Не любите шкурку, можете вообще готовить без нее. Но я люблю вот именно вытопить немного этот куриный жир, поэтому делаю с ней. Сразу сверху высыпаю лук и морковь. Накрываю крышкой и жду до полуготовности моркови. А тем временем промою рис и гречку. И вот, смотрите, морковочка у меня уже стала помягче. Я это чувствую, когда беру ее щипчиками. Рис. Рис я промыла. Перемешаю. Пусть пропитается этим жиром, который у нас есть в сотейнике. И тем временем промою гречу. Гречка. Ее тоже распределю по сковородке. Могу даже перемешать немного, взбодрить. И два стакана горячей воды. Крупа вся скрыта. Уменьшаю огонь на минимум. И примерно 20-30 минут, все зависит от вашего огня, будет готовиться наше блюдо. Я знаю, что многие из вас сейчас скажут, что мало воды. Что гречка и рис варятся один к двум и один к двум с половиной. Друзья мои, у нас есть масло, у нас есть сок, который пустили овощи. И у нас есть жир с курицей. Потому что мы взяли окорока, а не грудку. Они достаточно жирные кусочки. Поэтому один к одному. И этого, как правило, достаточно. Если уже увидели, что не хватает, не доварилось, добавьте немножко кипяточка. И под крышкой оно дойдет. Но я вас уверяю, что один к одному здесь будет вполне уместно. И еще хочу вам пожаловаться на новую квартиру. Купила новые тарелки. Если вы знаете того гениального человека, который придумал наклейки приклеивать сюда, передайте ему волшебный пендель от тети Сони. Это кем надо быть, чтобы приклеить так, что не отмывает даже посудомойка? Только шкрябать. В общем, пока это дело у меня готовится, я пошла отдирать наклейки. И вот посмотрите, что у нас с вами получается. Воды уже нет. Ну, или какие-то совсем маленькие остаточки. Гречка готова. Рис готов. Я выключаю газ. И на 5-10 минут под крышку. Знаете, удалось. Удалось мне отскрести одну тарелку. И в этот раз, в отличие от всех предыдущих разов, или почти всех, я действительно буду это пробовать. Пробовать впервые. Никогда рис с гречкой не готовила. Посмотрим, что получилось. Интересно. Рис готов. Гречка готова. Рассыпчатое. Все рассыпчатое. И мне кажется, что это... Знаете, я бы даже сказала, что это некая альтернатива плову. Потому что это вкусно. Это действительно вкусно. Сытно. Ну, с курицей все понятно. Она готова. В специях обжарена. Никакой Америки я вам не открою. А вот рис и гречи, и вот этот куриный жирок, совершенно замечательно. Неожиданно. Но замечательно. Вкусно. А потому готовьте. Обязательно приготовьте этот гарнир. И скажите мне спасибо, нажав на сердечко под этим видео. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Мирного неба над головой. И счастья, хорошего, вкусного настроения. Всем пока. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ